Приветствую на канале Днепроэм, меня зовут Юра И это долгожданная вторая уже серия по проекту BMW Кстати, друзья, у нас до сих пор нет названия Поэтому подскажите мне в комментариях, какое имя дать этому автомобилю Чтобы мы, может, как-то его брендировали в последующем Первое, что мы сделали, мы сняли мотор И сейчас мы нашли мастерскую у ребят, которые готовы помочь нам с задним миксбаром И именно туда сейчас отправляется Бехар 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 Друзья, ну а эта серия про первый этап построения корча первый этап это была сварка икс бара который уже установлен в автомобиль и давай поговорим о том какие инструменты мы использовали в процессе сборки силовой конструкции автомобиля нам нужно было резать трубы и для этого мы использовали самую простую болгарочку одни про м это gs 98 на 980 ватт и эти же трубы нам нужно было варить для этого мы использовали полуавтомат sub 310 который как сказал сварщик который делал всю эту работу очень даже хорош на свои деньги ссылочки на эти инструменты я оставлю в описании но есть еще одно очень важное но x-bar у нас кстати на болтах он крепится к силовой конструкции кузова крепится в месте где закрепляются ремни и в задние лонжероны уходят еще две опоры поэтому нам нужно было закручивать и я вам сейчас покажу то пока чего пока нету ни в одном магазине нет ни в интернет-магазине буквально через недельку через две продажи выйдет набор накидных головок не правим с трещотками короче ребят это очень даже достойно ну ребята мы очень старались в процессе создания этой серии очень старался сварщик который делал нам x-bar кстати вот немножечко попозже ты увидишь очень красивые кадры с этого производства но я думаю что мы заслужили лайк подписку и естественно колокольчик на канал чтобы не пропускать новые серии и по поводу лайков мы подумали и решили создать очень необычный розыгрыш мы хотим разыграть именно то что захотите вы в чем механика ты ставишь лайк и пишешь комментариях что ты хочешь получить от днепре и допустим мы набираем 10000 лайков мы рандомно выбираем комментарии в котором написано полуавтомат полуавтомат там стоит условных там восемь девять тысяч и мы списываем 8000 лайков как 8000 гривен и отправляем тебе за твой комментарий полуавтомат у нас остается 2000 лайков и там человек там пишет молоток еще за 300 условных лайков тире гривен мы отправляем ему молоток то есть в чем суть чем больше лайков тем больше гривен чем больше лайков тем больше продукции мы подарим именно тебе пиши в комментариях то что ты хочешь получить в подарок от днепре и обязательно ставь лайк и конечно же рассказывать друзьям про это видео x-bar казалось бы достаточно простая конструкция но все же это элемент безопасности и это именно тот элемент который защищает от боковых столкновений от сминания кузова и ввиду этого мы не могли отдать эту работу кому попало мы немножко заморочились и нашли сертифицированных ребят европейской комиссией по дрифту которые делают настоящие сертифицированные силовые конструкции и именно поэтому мы приехали в шаг мотоспорт субтитры создавал DimaTorzok 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 но и тут не без проблем я думаю что если ты интересуешься автомобильной тематикой ты знаешь любовь вак групп к болтам м11 как оказалось бмв они тоже есть давай покажу вот болты на которые крепится x-bar вот здесь два болта и там один всего их 6 они м11 но проблема могла бы быть не такой значительной если бы закладные не были каленые и в итоге нам пришлось искать на разборке бмв 6 болтов на это у нас ушло два дня у днепро есть два корпоративных цвета это черный и оранжевый и мы естественно мы не могли выбрать другой цвет для x-bar как оранжевый и сейчас расскажу о том как мы красили в принципе традиционным типом нанесения для таких металлических конструкций является порошково-полимерная краска порошково-полимерное нанесение и на самом деле я первый раз столкнулся с такой штукой и это капец как интересно давай понемногу первое что камера в которой висит сама сама железная конструкция она заземлена она пистолет подается то ли 2000 вольт или 20000 вольт я точно не помню но короче суть в том что из-за напряжения которое подается на на пистолет и на x-bar краска на него налипает и потом эту конструкцию вместе с краской с порошком переносят в камеру которая разогревается до каких-то бешеных температур на первые 10 минут где краска плавится и затекает во все поры в свое время поры металла расширяются и впускают себя эту краску и потом оставшиеся полчасика 10 минут это все еще доходит дозревает и на самом деле огромнейшее спасибо хочется сказать парням с покраски и нашему сварщику с шок мотоспорт лёха который в принципе сотворил эту красоту и 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 ну а теперь о перспективах на очереди у нас заказ мотора мы решили его брать все-таки из европы под заказ нам будут его привозить в прошлой серии я просил оставить в комментариях свои варианты моторов комментариев было очень много мы очень долго скитались между двумя вариантами моторов они оба бмвш не 1 на 3 литра это мся 4b30 и 2 на 44 в 8 это м 62b 44 и честно говоря мы уже выбрали но об этом я думаю ты узнаешь уже в следующей серии теперь давай о кузовне поговорим потому что это тоже очень важно честно мы до конца еще не знаем какого цвета будет автомобиль и мы не знаем где мы это будем делать поэтому ребят если среди вас есть крутые маляра или крутые какие-то может студии мастерские напишите мне в instagram вот здесь написано написан мой ник и в описании тоже есть мой ник пишите мне предлагайте там свои варианты сотрудничества мы очень ждем если с покраской нас есть хоть какие-то варианты просто что мы будем делать с подвеской все очень плохо поэтому ребят если есть опять же какие-то крутые мастера по подвеске тоже пишите мне в instagram ник есть в описании будем договариваться я хочу напомнить что на все инструменты которые мы использовали в процессе работ над автомобилем в этой серии ссылочки я оставлю в описании под этим видео и также набор торцевых головочек который как только появится в продаже я сразу тоже ссылочку добавлю на него в описании следите за этим внимательно ну и я не могу не напомнить о том что чем больше лайков тем на большую сумму электроинструмента мы подарим именно тебе пиши что ты хочешь за инструмент ставь лайк и рассказывать друзьям обязательно подписка колокольчик я думаю ты это уже и так сделал на этом вторая так уж получилось что информационная по большей части серия подходит концу сейчас 21 марта 23 18 и мы уезжаем монтировать это видео всего доброго и пока до конца